Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Обзор прессы». Вышел в свет сентябрьский номер газеты «Благовест». Открывает выпуск традиционная рубрика «Слово архипастыря». Митрополит Рязанский Михайловский Марк размышляет об истинном смысле пословицы «На Бога надейся, а сам не плашай». О том, какой должна быть телесная и духовная подготовка родителей к рождению и воспитанию ребенка, а также о правильном уходе за ним, рассказывает врач-педиатр Светлана Лопухова. В рубрике «За други своя» читатель познакомится с историей жизни старосты Успенского храма села Анина, принявшего решение служить родине на передовой. В материале «Год учителя» рассказывается о судьбе учителя русского языка и литературы Василия Ивановича Крючкова, вставшего на путь священнического служения. И воспоминания о выдающемся педагоге и авторе-исполнителе Софье Олеговне Никулиной, которой в сентябре исполнилось бы 70 лет. Постоянный автор рубрики «Серебряное кольцо Рязанской земли» Максим Кузнецов делится впечатлениями от поездки в село Чурики Михайловского района, где усилиями приходской общины возрождается храм и создан мемориальный комплекс на месте дома святой мученицы Натальи Козловой. В рубрике «Подвижники благочестия» читайте интервью с внучатой племянницей блаженной старицы Акелины. Завершает номер материал, посвященный памяти талантливого журналиста и режиссера Владимира Бочкова, отошедшего ко Господу на 75-м году жизни. Газету «Благовест» можно приобрести в храмах Рязанской митрополии. Следующее издание, которое будет представлено вашему вниманию, это новый номер газеты Покровской епархии «Церковная жизнь». В свежем выпуске разместились материалы, посвященные праздникам церкви и интервью с интересными людьми. Традиционно вторую полосу занимает рубрика «Хроника», где рассказывается о событиях церковной общественной жизни Покровской епархии. Самым важным событием последнего месяца уходящего лета для Покровской епархии стало назначение правящим архиереем в Покровскую и Новоузенскую епархию владыке Фомы. 28 августа он совершил первое богослужение на Покровской земле. Подробнее обо всем читайте на третьей полосе. Существует представление в основном среди людей не церковных, что православный человек должен жить с постоянным ощущением своей греховности, с чувством вины. Так ли это на самом деле? Почему бывает так, что исповеданный грех все равно не оставляет, а чувство вины переходит в хроническое состояние? Разобраться с этими непростыми вопросами помог священник Дмитрий Бразовский. 19 сентября церковь вспоминала чудо, совершенное архистратигом Михаилом в древнем городе Хоны. Почему это событие, произошедшее в раннехристианские времена, нашло свое место в церковном предании? Узнаете об этом на седьмой полосе. На детской странице юные читатели познакомятся с интересным семейным фильмом-притчей. Спрашивайте газету «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии или читайте издание на сайте правпокров.ру. Представляю вашему вниманию очередной номер православной газеты. Читайте в свежем выпуске. Раздел «Первосветитель» открывает репортаж о служении патриарха Кирилла в праздник встретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в храме святителя Николая Мирликийского в Толмачах. Памяти преподобного Кукша Одесского посвящена рубрика «Церковный календарь». В разделе «Беседы с батюшкой» священник Алексей Дудин размышляет на важную тему – испытания веры. Какие испытания веры бывают в жизни? Каким образом мы можем сохранить свою веру? Как пережить те испытания веры, которые нам посылает сам Господь? В этом году торжественно отмечается 625-летие со дня основания Саввина-Старожевского монастыря и 25-летие второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы-Старожевского в основанный им монастырь. О праздничных мероприятиях, посвященных юбилейным датам, читайте в материале «События». В очередном выпуске рубрики «Вторая половина» вас ждет знакомство с семьей настоятеля Свято-Георгиевского прихода в Кире отца Сергия Семенова. В разделе «Хранители памяти» вы найдете продолжение рассказа о доме-музее Великой княгине Елисаветы Федоровны. В материале «Ревнитель православия» пресс-секретарь Пятигорской епархии протеерей Михаил Самохин повествует о жизни святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского и о следе, который он оставил в истории. В рубрике «Образование» можно прочитать о состоявшемся пленарном заседании 19-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. О торжествах, прошедших в праздник Сретения Владимирской иконы Богородицы во Владимирском храме на Семи Ключах в Екатеринбурге расскажет раздел «Жизнь Церкви». В рубрике «Молитва» публикуется жизнеописание святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, память которой отмечается 29 сентября. Уважаемые телезрители, оформить подписку на православную газету можно с любого месяца по индексу ПП805. Ознакомиться с публикациями свежего номера вы также можете в электронном варианте на официальном сайте издания. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин